Итак, успешно закончилось время разбрасывать камни, время получения потребительских кредитов. И надо сказать, закончилось оно менее болезненно для населения, чем это было в Соединенных Штатах, например. И не удивляйтесь, там на типа халявную кормушку людей попало больше, и попали они больнее. И даже художественные фильмы и сериалы о этой каке снимали. Конечно, и надо понимать, желание жить как там, без реальных экономических показателей, не пурги и тявканье СМИ о величии России, а средней зарплате. Не в Москве, естественно, в 4000 евро жить как там нереально. Но мы купились. И мы купили отстойные квартиры, ибо достойные строили до 1958 года. И в принципе неплохие иномарки. Теперь, и ни для кого не секрет, и это признает правительство, из первого всемирного экономического кризиса, впервые нахлобучившего по полной Россию, выбираться нам и не год, и не два. И первую проблему, жилищную, естественно, человек теперь будет решать в первую очередь. Так как авто уже это роскошь, владеть которой, ну, с нормальным двигателем, мощностью свыше 250 сил, роскошь еще большая. Теперь, владельцы достойных авто, мозги должны включать, как свою роскошь сохранить и приумножить. Потому как в странах, ну, таких ничтожных, например, с нашей великодержавной точки зрения, как Таиланд, Египет, и Турция, и Индия, в странах, реально дающих форму России, владельцам даже 15-летних стасоракетов, ягуаров, мустангов и краунов, и семерок, и восьмерок бумеров, относятся с почтением. И автомоечный комплекс «Твой-Додыр» в очередной раз с гордостью демонстрирует технологию применения жидкого пластика. Быть первым и тяжело, и почетно. Ну, почет, понятно, да? Там есть и слава, и успех, и деньги в том числе. Ну, есть и конкуренты. И вот здесь возникает вопрос, как сохранить свои позиции лидера. И компания «Мистер Кэп», которая является структурным подразделением автомоечного комплекса «Твой-Додыр», ну, всегда старается быть чуть-чуть впереди планеты всей. И, конечно, нам очень приятно, что вот в это неспокойное время, время, когда конкуренция у нас, ну, дышит. Лично наши конкуренты автостопа уже лапки кверху скинули. Конкуренты автомоечного комплекса «Твой-Додыр», ну, они поехали за другими технологиями. Но здесь те технологии, которые здесь реализованы, давайте их перечислим. И если вы приедете в другое место, спросите, есть ли у них. Ну, во-первых, чистая лака. Это мы тоже вам сегодня покажем. Во-вторых, корректирующая полировка пастами 3М. А затем уже добавление лоска с шайнолом. Затем уже идет по возрастанию и по ценовой категории идет специальная нанообработка «Зонокс». Результаты которой вы, опять же, увидите. То есть это вот та самая консервация вашего лакокрасочного покрытия. Теперь, ну, правда, свежее, только что разработанное. Теперь самое крутое практически, чего еще не может сделать никто. Это полимерное покрытие от «Мистер Кэпа». Вот эта машина до того, как вы ее сейчас посмотрите, и после того, как. Ну, и самое крутое – это нанесение бронепленки. Причем бронепленка здесь именно та, которая не выгорает на солнце. И эта бронепленка здесь не режется плотером. Здесь она натягивается. И поскольку толщина у нее достаточно небольшая, ну, скажем так, не 200 микрон, как у остальных, а 100 микрон, то вот все те танцы с плясками и плавные перегибы вашего авто, ну, кузова вашего авто, они здесь делаются достаточно легко. Итак, приступаем к работе. То, что я лично на своих автомобилях протестировал все достойные внимания технологии обработки лакокрасочного покрытия авто, ни для кого не секрет. Мой автопарк, машины ближайших родственников и друзей обработаны мистер Кэпом. Конечно, и надо признать, разово машину заставить сиять не проблема. Но наши машины блеском своим радуют и после первой мойки, и после сотой. И матами девятиэтажными я не покрываю того барана, который случаем задевает своими белыми дверцами мой Скай, например. И котов, почему-то обожающих, наверное, аромат моего одноименного британа, решившего отомстить доминирующей особи в доме, методом не смывающего парфюмирования обуви, я тоже не гоняю. Здоровенный универсал Honda Accord, прежде вниманием мистер Кэпа, был обделен. Цветные и черные автомобили вообще и однозначно должны ехать на обработку кузова. Но вот вам магия жидкого пластика. Вот вам арсенал применяемых средств. И вот вам результат. И кто сказал, что довольных эмоций тюнинг от тачек на прокачку вызывает больше, чем тачки от мистер Кэпа? Они возвращают владельцу десятки тысяч долларов, радуя авто первородным блеском. А если грамотно, еще и после покупки машину проэнтикорить, перемещаться по городу, минуя толпы безграмотных пешеходов и, соответственно, возможность получить взад от безусловного виновника, но не менее несчастного человека, если еще и бампер и места агрессивного воздействия грязи и камней обтянуть тонкой, но потрясающей прочной бронепленкой, и технология нанесения такой естественно здесь есть, это же комплекс автокосметических услуг, тянущий название комбината, то ваша машина переживет еще и не один экономический кризис, который регулярно случается во взаимосвязанном мире, каждые 8 лет. Это мы вас экономически предупредили. А предупредить сколы, например, ненужные царапины, потерю внешнего вида и глубокую потерю настроения автовладельца сможет нанесение жидкого пластика с потрясающим Альбердо от мистер Кэпа, и бронепленки от автомоечного комплекса «Твой до дыр». Что, в принципе, одно и то же. Я имею в виду географическое расположение и адрес. Мы как-то вас предупреждали, а вы не слушали. Ну, факты говорят сами за себя. В Магнитогорске не могло продаваться то количество автомобилей, которое оно продавалось. Просто был ажиотажный спрос. Ну, народ у нас странный. Вот. Странность этого народа не пересказать. Как же это? Мой сосед поехал на новую машину. Не срочно надо порвать свою пятую точку на полосатый флаг. И купить себе машину. Затем уже ее ухомыздой. Знаете где? А вот на речке, там, в ближайшие лужи, где вы ее моете. А да, и вот сейчас мы вас предупреждаем, что если вы захотите продать свою машину, уже не новую машину, потому что, еще раз напоминаем, новые машины стоят только в салоне, а эксплуатируете вы машины бывшей в употреблении, вот, немаловажным фактором будет ее внешний вид. То есть, если машина поцарапана, если она замызгана, то вы никогда нормальных денег с нее не возьмете. И даже тот автомобиль, за который вы заплатили изначально 800 тысяч рублей, который после Нового года будет стоить 1 миллион 600 тысяч рублей. Да-да, калькулируйте. Растаможка и все остальное. Соответственно, вы ее продадите только за 400. А вот умный человек, который приехал сразу же после покупки автомобиля сюда, в компанию Твой Додыр и подразделение Мистер Кэп, продаст ее значительно дороже, потому что потратив всего 20 тысяч рублей на нанесение замечательного полимерного покрытия, он, во-первых, сохранит свою машину длительное время. Это как вот девушка, если начинает вовремя пользоваться хорошей косметикой, то она и в 50, баба-ягодка, опять. И не теряет своей сексуальности. То есть человек продаст этот автомобиль на 100 тысяч рублей дороже. Так что соображайте и делайте свои выводы.